Здравствуйте, друзья! После публикации первого урока ко мне поступила просьба рассказать о том, как настраивается балалайка. И второй урок мы посвятим настройке инструмента. Еще было предложение включать в уроки разбор простых мелодий для начинающих музыкантов. Конечно, в перспективе я включу в программу уроков разбор легких мелодий. Но только после того, как мы разберем с вами тему записи нот и узнаем, что такое ритм. Как выбрать для себя балалайку? Этот вопрос тоже волнует наших зрителей. В ближайших уроках мы обязательно затронем эту тему. После монтажа первого урока я понял, какой это трудоемкий процесс и что изготовление одного видеоурока отнимает много времени. По этой причине я решил делать короткие уроки и публиковать их с более частой периодичностью. Итак, начинаем второй урок. Человеческий слух касательно музыки делится на две основные категории. Слух абсолютный и слух относительный. То есть, когда человек может определить точную звуковысотность ноты, которую он слышит без помощи какого-либо инструмента, он обладает абсолютным слухом. Этот человек слышит ноты музыкального звуковаряда внутренним слухом и может определить название этой ноты при наличии минимального музыкального образования. Все остальные люди, у которых отсутствует эта способность, обладают относительным слухом. Хотя, если вы будете носить с собой камертон и в перерывах между вашими делами каждый день будете постоянно пропевать эталонную ноту ля в течение дня, то через пару месяцев вы сможете запомнить наизусть эту ноту. Может быть, даже вам начнет сниться то, как она звучит. Получается, на практике можно приобрести способность, которая напоминает задатки абсолютного слуха. Если вы будете помнить эталонную ноту ля и будете заниматься по моей системе, вы сможете слышать звучащие вокруг вас мелодии в виде конкретных нот и писать на ходу в мозгу музыкальный диктант. Хотя, если перестать тренировать такую память через некоторое время, точное звучание эталонной ноты может сбиться. Для тех, кто не обладает абсолютным слухом, существует такой прибор, как тюнер. Тюнеры существуют и в виде отдельных приборов, и в виде программ. В современном мире можно скачать на телефон любую программу с таким названием и с помощью нее настраивать балалайку или любой струнный инструмент. Инструмент подносится к телефону, и программа показывает, на какую ноту настроена в данный момент струна. Вот пример того, как работает один из таких программных тюнеров. Видите, он ловит нотку во время пикового сигнала и показывает зеленым цветом, что нота совпадает с эталонным звучанием. Вы можете скорректировать высоту любого звука с помощью кручения колков. Колки — это механизм, как правило, в верхней части инструмента, которым крепится один конец струны. Эти колки можно крутить в обе стороны, повышая или понижая звук. Покажу на примере своей балалайки. Вот это у нас гриф. Это у нас верхняя часть инструмента, которая называется головка. А здесь мы видим три колка. Как раз эти самые колки, которые поворачиваются в обе стороны, и с помощью которых мы можем понижать или повышать высоту струны и, соответственно, высоту любого звука на струне. Вот если мы поворачиваем сюда, звук понижается. А сюда поворачиваем. Звук повышается. Лично я не пользуюсь тюнером. У меня на телефоне стоит простая программа с фортепианной клавиатурой, по которой я и настраиваю балалайку. Почему я не использую тюнер? Он отучает вас слышать. И наоборот. Когда вы даете эталонный звук и своим слухом подстраиваете звучащую ноту, слух начинает работать. Приведу пример самой простенькой программы, которую я использую в качестве своего камертона. Вот с помощью этой программки можно отлично настроить свою балалайку на нужный тон. Как мы уже знаем, первая струна в открытом виде на балалайке соответствует ноте ля первой октавы. То есть, когда мы не зажимаем на ней лады на грифе пальцами левой руки. Вот видите пальчики левой руки? Я извлекаю звук из открытой струны. Это нота ля первой октавы. Октаву мы еще не изучали, поэтому поверьте мне на слово. На первом этапе, пока вы привыкаете к настройке инструмента, вполне можно пользоваться тюнером. Если разделить умозрительно струну напополам, получится такой же звук, как и открытая струна, только на октаву выше. Покажу на инструменте. Первая точка опоры струны на подставочке. Здесь подставка находится. Вторая опора струны на верхнем порожке. И вот расстояние, это как раз есть тот диапазон, в котором колеблется струна и рождает звук, который слышим мы с вами. Если вот это расстояние разделить напополам, то середина струны как раз получается над 12-м ладом. То есть открытая струна ля на 12-м ладу повторяется, только звучит не в первой октаве, а уже в следующей, во второй октаве. Это тоже нотка ля. Если разделить струну еще раз напополам, от 12-го лада отсюда до подставки, вот серединочка здесь получается, то получится еще одна ля на октаву вверх. Это будет ля третьей октавы. Эта нота ля находится на 24-м ладу. Следующую ноту еще через 12 ладов вверх мы не сможем зажать на грифе левой рукой, так как на балалайке после 24-го лада имеется обычно еще не более 3-5 ладов. Ля четвертой октавы можно извлечь с помощью приема, который называется флажолет. Его мы обязательно попозже изучим. Принцип октав лежит в основе всей организации музыкального звукоряда. И мы обязательно разберем его на ближайших уроках. Вот по этим точкам открытая струна, 12-й лад, 24-й лад. Мы и будем настраивать первую струну. На звуковую высоту струны мы можем воздействовать не только благодаря колкам. Для корректировки общего строя можно двигать подставку для струн. Если подставка для струн в районе настраиваемой струны передвигается в сторону резонаторного окна, то общий строй звукоряда повышается. Так, вот это дека у нас. Вот эта плоскость называется дека. И в деке есть отверстие. Оно называется резонаторное окно. Так вот, если мы сдвигаем подставку в эту сторону, в сторону резонаторного окна, тогда общий строй повышается. Если мы двигаем подставку вниз, то есть в другую сторону от резонаторного окна сюда, то строй звукоряда понижается. Настройку с помощью подставки мы используем для корректировки высоты 12-го и 24-го лада. В идеале подставка для струн должна стоять перпендикулярно струнам. Чем хуже качество инструмента и ниже профессиональный уровень мастера, который изготовил инструмент, тем больше приходится корректировать подставкой общий строй. И тем он хуже. Чем выше качество балалайки, и тем лучше она строит по всем ладам. Если не пользоваться тюнером, то можно использовать метод настройки с помощью натуральных флажелетов. Это когда флажелет извлекается на открытой струне. Флажелет — это прием, с помощью которого извлекается обертон. Обертоны — это призвуки, входящие в спектр музыкального звука. Высота обертона выше основного тона. То есть, если основной тон — это нота ля, то все призвуки, которые возникают в результате колебания струны и находятся выше ноты ля, называются обертоны. Для настройки струны ля нам нужны натуральные обертоны в районе 12, 19 и 24 лада. Мы прикасаемся подушечкой третьего пальца к струне над 12 ладом, но не зажимаем ее до конца. Палец не должен касаться грифа. Вот третий пальчик, подушечка и над 12-м порожком, металлическим вот этим, мы прислоняем пальчик, но не надавливаем до самого грифа. Как бы чуть-чуть прикасаемся к струне, и когда мы извлекаем звук большим пальцем, то сразу же отпускаем этот палец левой руки. Получается такой мягкий, приглушенный звук. Это и называется натуральный флажолет на 12-м ладу. Так вот, извлекая флажолет, следующее наше действие это надавить на лад и извлечь уже звук при нажатой струне. То есть мы сравниваем эти два звука и добиваемся того, чтобы они звучали как один звук, не отличаясь по высоте. Для этого мы можем двигать подставку и либо выше, либо ниже. То есть не обязательно всю подставку двигать, а именно край, на котором лежит струна ля. То есть мы можем ее вверх чуть-чуть сдвинуть или вниз, вот таким образом. Это называется натуральный флажолет. И также мы извлекаем натуральный флажолет из 19-го лада. Это нотка ми. И нажимаем сразу же после этого на 19-м ладу и пытаемся выстроить эти две ноты так, чтобы они были на одинаковой высоте. Тоже для этого мы двигаем подставку. И, наконец, 24-й лад. Тоже натуральный флажолет. И тут же мы извлекаем звук, прижимая пальчик третий на 24-й лад. То есть эти два звука должны совпадать и составлять унисон. Вторую и третью струну ми мы настраиваем с помощью натуральных флажолетов подобным образом. Так же, как и первую струну. Далее идет более глубокая подстройка между всеми тремя струнами. На второй струне ми мы зажимаем пятый лад. Вот, большим пальцем. Это получается нотка ля. И затем извлекаем звук на открытой первой струне. То есть мы извлекаем на второй и сразу же на первую открытую. Играя и подстраивая их по очереди мы должны получить унисон. То есть добиться того, чтобы эти два звука звучали как один сливаясь в звучании. Добиваемся мы этого с помощью колков и подставки. Далее проделываем эту операцию с двенадцатым ладом на второй струне. Третьим пальчиком можно взять двенадцатый лад. Это будет нотка ми. И сразу же мы берем на седьмом ладу на первой струне первым пальчиком это тоже будет нотка ми. Слышите? Чуть-чуть у нас выше нотка получается на струне ля. вот это. Либо можно чуть-чуть вот за счет подставки поднять вот эту струну. и далее проделываем эту операцию зажимая семнадцатый лад на второй струне. Это нотка ля тоже третьим пальцем. И двенадцатый лад на первой. Это нота ля. у нас тоже должен получиться унисон. Далее мы проверяем унисоны между второй и третьей струной. То есть зажимаем одни и те же лады. Пятый лад на нотке ля. Двенадцатый лад на нотке ми. И семнадцатый тоже на нотке ля. То есть мы подстраиваем, чтобы чтобы эти нотки максимально во всех позициях совпадали. Вот немножечко высит. Все-таки обратно вернем. Подставочку чуть вниз. И попутно мы зацепляем унисон на первой струне. То есть на пятом ладу берем большим пальчиком зажимаем две струны ми. И третья открытая струна ля первая. Сейчас звучит унисон из этих трех струн. Потом мы берем большим пальцем на двенадцатом ладу на второй и третьей струне зажимаем нотку ми. А на седьмом ладу на первой струне тоже нотку ми. здесь тоже должен звучать унисон. И еще одна проверка. Это можно зажать большим пальцем на третьей струне семнадцатый лад. На второй стороне тоже семнадцатый лад. Третьим пальцем это у нас будет нотка ля. И на двенадцатом ладу мы зажимаем первым пальчиком на первой струне тоже нотку ля. У нас должен звучать унисон. Далее можно проверить еще строй чистыми октавами. То есть, когда мы зажимаем первым пальчиком на второй струне ля на пятом ладу и четвертым пальчиком на струне ля двенадцатый лад. Тоже ля через октаву. Мы слушаем биение этого интервала. Он должен быть гармоничным. То есть, не таким а как бы звуки должны сливаться. И также можно взять от двенадцатого лада на второй струне. Первым пальчиком зажимаем нотку ми. Через октаву четвертым пальчиком берем ноту ми на первой струне. Тоже должен звучать октавный унисон. Ну, можно еще одну октавку проверить. Если еще взять повыше нотку ля первым пальчиком на второй струне и через октаву четвертым пальчиком нотку ля на первой струне на двадцатьчетвертом ладу. Здесь тоже должна звучать чистая октава. Ну, а потом для конечной проверки я обычно проверяю аккордами в разных позициях. В разных позициях для того, чтобы понять, насколько строят сейчас все три струны. струны так как аккорды мы еще не проходили, то мы еще позднее вернемся к этой теме. Еще один важный момент следить за тем, чтобы вовремя менять все струны. Чем старше становится струна, тем хуже становится общий строй. Вторую и третью струну можно менять где-то в среднем раз в два-три месяца. первая струна меняется гораздо чаще. Все зависит от интенсивности и частоты игры. Вы сами почувствуете, когда нужно поменять ту или иную струну. Когда кончается ресурс струны, она начинает дребезжать, не держит строй, звук тускнеет. Для второй и третьей струны обычно используются синтетические гитарные струны под номером три. Или она еще называется струна соль, если по-английски G. Например, нейлоновые или карбоновые струны. Либо используются готовые комплекты из трех струн для балалайки примы. Еще хочу сказать насчет подставки. Если вдруг у вас место, на котором стоит подставка, начнет затираться и подставка начнет ездить в ту или иную сторону, как правило, вниз или вверх, тогда мы покупаем канифоль. Обычно канифолью пользуются струнники и канифолью они натирают свои смычки. Можно взять небольшое количество канифолью и нанести под подставку для того, чтобы она не скользила, а плотно схватывалась с поверхностью деки. Но вот мы и освоили главные принципы настройки балалайки. Благодарю вас за внимание. С вами был Андрей Матвеев. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, распространяйте видео среди друзей и знакомых. Встретимся на следующем уроке. Матвеев.